Други мои, Ютубашвили и Ютубашвильки. Сегодня я решил продолжить наш цикл бесед о бизнесе. Потому что, конечно, лекции по астрономии, политбеседы, но, тем не менее, о бизнесе-то, ролик, занимал длительное время второе место. Его посмотрело на сегодняшний день более 14 тысяч человек. Поэтому продолжим об отечественном бизнесе. Фактически, по просьбам трудящихся. Ну, в прошлый раз шампанское не понравилось. Раскритиковали, сказали дешевое. Ну, филиппана, конечно, это там не шедевр какой-то мирового виноделия. Ну, настоящее, серьезное шампанское. Произведено в шампане. И, кстати, фирма является поставщиком Каннского фестиваля. Я считаю, неплохо. Ну, не очень дорогое. Да, 4 тысячи за бутылочку. Ну, что делать? Ну, если не нравится, я могу изменить. Усилить, так сказать. Усилить. Вот. Опа. Это у нас, пожалуйста, вдова Клико. Ля Гранд Дам. Не какая-то там желтая этикетка. Ну, если посерьезнее. 2006 года. Вот. Вот так. Или, или, вдовы Клико или Маэта благословенное вино в бутылке мерзлой для поэта на стол-то час принесено. Маэт, Клико есть, Маэт, вот. Сейчас будет. Ой. Тяжелое. Дом Пириньон. Дом Пириньон – это, извините, по-моему, самое дорогое шампанское. И тут уже не Каннский фестиваль. Это поставщик лично королевы Елизавета Второй. Вино монтажное. 1998 год. У него есть такая особенность у этого вино. Так, это мы уберем. Дешевку. Тут только удачные года. Если год неудачный, оно не идет в Сирию, его не продают. Вот. 35 тысяч рубликов. Мне, честно вам скажу, ничего этого не нужно. Для меня вот это все напитки, они как керосин. Ну, если нужно, ну, вы хотите, ну, для меня закон, понимаете. Ваше желание, ваше желание, для меня закон. Вот оно. Пожалуйста. Чтобы вам было лучше. Ну, вот мы его сейчас будем, значит, дегустировать. Или даже, если называть ее своими именами, пить. Все солидно, без этой алиповатости. Кузовненько. Вот так. Опа. Бокал. И к шампанскому, естественно, ракушечки. Вот они. Ракушечки. Ой, немножко порылись. Ну, извините. Извините, ракушечки. Ну, вообще, едет... Наши ложечкой, на самом деле. Ну, вы уж простите меня. Культура, сами понимаете, зовут Лихачева. Поэтому что-то получается. Что-то нет. А вы делайте замечания. Замечания. Будем расти в соответствии с вашими замечаниями. Так, ну что, вскрываем. Она прямо вот сейчас в потолок. Как даст как-то вино кометы. Так, ну что, попытаемся открыть. Опа. Ох. А как наливать? Одной рукой руки-то трясутся уже. понедельник так 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 вот добавим вот ну хотел сказать пусть всегда будет водка колбаса и селёдка но к шампанскому рифма нет только вот у пушкина понимаете поэтому просто давайте выпьем за удачу нашего ютуба будем считать что вкусно я от им не разбираюсь это только все для вас только для вас улиточку иди сюда так вот будем есть ну я небольшой любитель так символически символически вот ну значит о чём мы там о бизнесе на бизнесе поговорим вообще русские люди отличные актеры это я не о себе писатели ну частично о себе и режиссеры тоже о себе но частично поэтому если бы все нормально развивалась конечно до россии была бы одной из крупнейших держав современной игровой индустрии компьютерных игр ну может быть не первое место но второе точно я так думаю первое чего бы это привело в принципе было бы все то же самое и кстати в россии в россии я думаю процесс специально тормозят а в сопредельных государствах похожих не тормозят поэтому в украине есть несколько хороших игр казаки сталкер отличные игры еще какие то есть белоруссия танки даже белоруссии есть а польша сейчас считается лидер европейских всех игр вот ведьмак там сейчас по стим панку делается замечательная игра и объективно всех валят ну действительно хорошие вещи россия отстает но менталитет то похоже дали бы условия возможность были бы хорошие игры ну предположим игры в россии сделали сделали в россии рпг в рпг главный герой аватар он обладает определенным количеством качеств сила здоровье харизма или обаяние интеллект и что то еще и кстати вот то что сейчас уже школьники понимают что сознание человека состоит из нескольких пунктов и параметры его они делятся на 5, 7, 10 каких то к радации это огромный шаг плюс потому что раньше вперед раньше люди думали там где люди там умные и не умные красивые и некрасивые а тут есть комбинации умные но некрасивые или выносливые но не сильные и так далее ловкость там есть и так далее в принципе если бы русские делали рпг там были бы все бы такие же параметры они бы придумали за одним исключением в этих рпг есть такой параметр лак удача вот этого параметра точно никогда не было бы в русских играх потому что русский человек не понимает что такое удача не то чтобы он неудачливый но понятие удачи для него непонятно непривычно и я хорошо помню когда я столкнулся с этими играми мне было уже лет наверное 30 и я не очень понял сначала что это такое ну а в игре понятно что это такое это параметр который ответственен за позитивные события в игре то есть допустим если игрок ищет сокровища то он их чаще и больше находит если он стреляет то у него чаще бывают критические выстрелы и реже отказывает оружие если он играет в какие-то встроенные азартные игры внутри рпг игры ему больше везет идет хорошая карта и так далее и так далее это важный важный параметр почему у русских его нет почему они это не замечают и каким последствиям это приходит приводит вот можно здесь поговорить жарковато жарковато от шапки в данном случае от парика дело в том ну как я полагаю причина в этом что русские как нация сформировались в период когда им страшно удивительно везло что такое восемнадцатый век в России триумф девятнадцатый век триумф отчасти вызвано конечно триумф какими-то причинами связанными с географическим положением хотя это тоже в принципе удачу с трудолюбием народа с дипломатическими способностями но в значительной степени это просто удача везло и русским стало казаться вот как дети они отец играет в рулетку все время выигрывает они смотрят на него им кажется что так и должно быть он ставит на какие-то цифры все время угадывает ему платят деньги и хорошо отлично это и есть такая работа а когда прошло какое-то количество времени и вести перестало это стали воспринимать как мировую несправедливость что вот свалились какие-то на России несчастья революции войны терроры и откуда все вот это взялось прям непонятно а на самом деле все очень понятно чем больше везет тем в конце концов маятник в обратную сторону с большей силой он качается и поскольку русские сформировались в период своего вот этого триумфа государственного у них навыков вообще понимания того что такое удача что удача быстротечна что она очень локальна и свою и свою удачу надо не упустить вот этого они не понимают я в свое время читал биографию Исаака Ньютона я поразился пожалел его этот человек обладая выдающимися способностями занимая высокие посты в государстве пользуясь огромной протекцией со стороны там аристократ аристократов он только в конце жизни добился того что ему дали дворянство то есть он даже будучи уже там руководителем монетного двора который чеканил монету он не был дворянином и ему дали дворянство как исключение а по своему происхождению он был просто крестьянин богат его отец был богатым крестьянин сравнить с Ломоносовым Ломоносов он с молодых лет стал дворянином сначала личным потомственным потом и даже этого не заметил не заметил и дворянство в России очень легко получалось и очень легко в России приобретались имения ну например много имений было просто раздавалось потому что колоссальная территория новые земли население редкое вот отписывали там большие имения люди становились помещиками а что такое помещик где-нибудь в Германии это сначала 300 лет нужно было к этому идти чтобы получить небольшое поместье а потом столетиями люди в него вцеплялись за него боролись пытались его отстоять от всякого рода поползновений и Василий Розунов он в свое время сказал что в России капитал деньги они все появляются так кто-то дал выиграл в карты еще что-то а вот такого серьезного труда результатом которого стало приобретение собственности крупной нету и поэтому русские также легко в принципе относительно легко отказываются от всех этих льгот и собственности там где другие народы стоят до последнего они думают а ну ладно ну отняли имение выгнали там за границу ну и ладно ну и все фиг с ним ананасик у нас там есть ананасик еще ну шампанское с ананасом традиционно посмотрим что он на себя представляет центр надо было конечно убрать неплохой он у нас неплохой а что такое вообще бизнес и что нужно для успешного бизнеса две вещи во-первых первоначальный капитал все эти россказни что вот человек начал с нуля там стал бизнесменом такого не бывает это как знаете в анекдоте американец был у него 50 центов купил у него апельсин выдавил из него на часок продал за доллар потом купил два апельсина 4,8 и так он работал 5 лет а через 5 лет у него умер дядя в Калифорнии оставил ему наследство и он стал миллионером вот так так оно и есть должна быть первоначальная сумма денег пускай не очень большая но существенная и на этом навернулись очень многие русские эмигранты которые в подштайниках в 90-е годы поехали покорять Америку Европу лет за 10 кувыркания на мелководье поняли что чтобы собрать минимальную сумму необходимую для даже маленького бизнеса им нужно так работать 50 лет то есть это детям или внукам свою жизнь положить на тупую грязную беспроспективную монотонную работу и больше никак есть исключение когда общество меняется происходит слом общественного уклада раскол государства и в этих развалинах можно там что-то муравьишки быстренько приватизировать но на западе другой случай там все уже устоялось веками вот если бы эти иммигранты здесь были то они могли бы что-то сделать и многие сделали вот пойдем дальше а каково второе условие бизнеса а второе условие это удача не трудолюбие не интеллект не образование не тонкий расчет способность к планированию а просто удача занимаются сто человек одним и тем же бизнесом девяносто девяти дела так себе идут разоряются или находятся на том уровне на котором начали то есть сводят концы с концами один случайно вот причем случайно стал печь какие-нибудь печенья а вдруг они пошли как-то а почему пошли даже не очень вкусные вот так получилось или купил землю а там оказался нефтяной участок или еще что-нибудь в общем лотерея а потом задним числом конечно люди они подводят себе базис и объясняют что ну а почему мы такие богатые мы длинновидные мы думали мы работали мы вкладывали ерунда ерунда но тут возникает вопрос а что такое вообще удача для русского человека это что-то внешнее для западного это кардинальное отличие это свойство аватара что ему везет так же как сила интеллект обаяние красота удачливость одни люди удачливые другие нет в какой-то степени это обстоятельство но главное дело вот здесь или здесь что хорошо видно на отрицательном примере неудачник лузер почему он неудачник лузер потому что в течение обстоятельств в какой-то степени да но как правило дело в том что это либо психически больной человек либо неправильно воспитанный не то что не воспитанный неправильно воспитанный не в той системе приоритетов либо еще какие-то причины которые в нем а какое бы свойство удачливого человека ну удачливого понятно лузера понятно а удачливого почему ему везет я над этим думал и мне кажется что две причины во-первых это человек очень наблюдательный и осторожный вот когда человек начинает хвастаться говорит что он очень удачливый все у него хорошо замечательно он уже труп если хорошо тебе молчи это прекрасно понимали в античности потому что в античности люди взаимодействовали с удачей удача была персонифицирована это была богиня фортуна с ней устанавливали контакт ей приносили жертвы у нее был определенный характер и люди чувствовали вот на уровне биологическом что такое удача и в античности в античных сверхлюдей потому что они гораздо были более человечными и более тонкими существами чем современные люди более опытными после провала люди только подходят к этому уровню они выдели они вывели формулировку формулу боги завистливые если у тебя все хорошо боги приревнуют к тебе и сделают чтобы тебе было плохо потому что таким счастьем мы на свободе но это не значит что нужно юродствовать вы говорите откуда вы бедного еврея деньги у меня ничего нет я бедный человек вот этого не нужно делать это другая крайность которая тоже как бы народа его как бы все время боги и наказывают тоже юродствовать не надо в таких серьезных вещах но страх божий иметь надо иметь чутье и это видно с детства вот один ребенок все время падает шишки себе набивает а другой осторожный и как-то как бы везет а он реально просто внимательный он смотрит где там качели какие-то качаются под которые можно попасть там где-то собака какая-то кусачая которую надо обойти еще что-то это первое а второе что удачливый человек при всей своей такой спокойности скромности расчетливости осторожности человек очень хищный быстро реагирующий и своего неупускающий то есть вот он как кот в камышах вот он там что-то камыш тростник растет и вы слышите там какой-то что-то ходит там ходит полчаса час а потом и утку какую-то он там хватает и тут же ее уносят и все и нет вот 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 этого чувства первое что скромность осторожность там у русских можно по-разному вот но что у них нет вот этого вот броска последнего фатального и они пропускают свою удачу это совершенно очевидно и поэтому конечно русские дали слабинку в бизнесе они были бизнесменами хорошими до революции но то что произошла революция и все у них отняли они до сих пор не могут подняться это не случайно не случайно и потому что они были обожравшимися котами везунчиками ну что такое Россия 19 века представьтесь по периметру сидят десятки народов которые которых русские все обслужили кому там ухо свернули кому там нос штопором как-то закрутили кому-то ноги переломали они все лежат вокруг и плачут все вот Швеция Польша Турция Иран Китай всех всех обслужили понимаете и при этом они сидят у себя там в Петербурге в Москве этот стон у нас песня зовется приезжают иностранцы видят триумф колоссального государства самой протяженной такой вот метрополией в мире и они еще чем-то недовольны при колоссальных богатствах и там дворцы необыкновенные бурное развитие промышленности культура музыка литература со страшной силой развивается а они плачут плачут бедные несчастные тяжелая отвратительная жизнь какая-то депрессия у них там какая-то безысходность безысходность иностранцы когда едут первый раз едут в такую страну они думают ну сейчас приедем там карнавал просто день и ночь карнавал приезжают а люди плачут приехали к Абрамовичу там миллиардеру он плачет бедный несчастный а вот там на яхте сидит денег у него нет значит что этим людям надо решили что надо мировое господство ну все остальное уже есть только власть надо миром вообще получить и все и отсюда все вот эти страшилки пошли что русские там у них завещание Петра они хотят покорить Европу там все реально разобраться никаких планов таких русских не было ну нет ни одного там какого-то майн камфа у русского человека чтобы он прочитать что он хочет что-то там завоевать а вел себя именно таким образом люди именно так себя вели потому что они сформировались повторяю в период крайнего такого вот навезения навезения и соответственно ваше здоровье соответственно еще один момент принципиальный очень важный в молодости мне было лет 20 я прочитал книгу повесть Жоржа Семенона случайно я не сторонник каких-то там детективов не нравилось я читал серьезную литературу философию ну книжка попалась я ее прочитал и она произвела мне очень большое впечатление у нее есть такая повесть она не связана с этим циклом о мегре вот и кстати Семенон он ведь такой очень русифицированный человек потому что он сам из простой семьи там жил у себя в Бельгии там где-то у него шахтером каким-то простым был ну он немножко так выбился в люди все но кто ему привел кто ему привел интерес к литературе русские студенты которые у них снимали там в начале века жилье вот с ним беседовали общались там они все знали французский и они ему привели интерес к художественной литературе к сочинительству и вот с того времени он стал писать и постепенно стал одним из самых популярных западных писателей вот у него такая была повесть называется поезд из Венеции такое значимое название потому что сразу вспоминается Томас Ман смерть Венеции и вообще Венеция для европейцев это особый такой город мистический это на самом деле не детектив это история человека а смысл там ну содержание такое я советую прочитать эту небольшую поезд она уверен вам понравится на меня она тогда привела особое впечатление потому что я только начинал жизнь и я что-то понял в своей жизни в жизни окружающих и это понимание оно мне потом помогло в жизни сильно в том числе помогло моему успеху коммерческому сюжет такой парижанин обычный человек работающий клерком к фирме а это где-то 60-е годы или 70-е 20-го века и едет с семьей отдыхать в Венецию и по делам вынужден оставить семью и поехать один в Париж на поезде ну семья у него там двое детей супруга а ему так лет 40 он ну не глупый человек но и не умный некрасивый ну скажем так зурядный и такой честный порядочный трудяга трудящийся и он знакомится точнее с ним знакомится в купе поезда с каким-то странным человеком с неопределенной внешностью непонятной национальности который очень так ловко быстро с ним ведет разговор и вылуживает у него всю информацию где он работает чем занимается куда едет какое у него имущественное положение и так далее а потом так невзначай подводит все к тому что в лазанье где они остановились он должен по просьбе этого человека забрать портфельчик в камере хромения передать его отвезти там куда-то на квартиру что он делает ну там так все очень убедительно Семенон описывает человек внушаемый пассивный такой стеснительный и этот человек навязывает ему волю свой сценарий при этом сам он куда-то исчезает ну и в результате он берет там какой-то чемоданчик приходит по определенному адресу видит там труп с ужасом убегает хочется этого чемоданчика избавиться не знает чего там ну в конце концов так получается что он приезжает с ним в Париж его вскрывает и видит там сумму больше миллиона долларов ну по нынешним современным ценам там я думаю больше ну миллиона так условно миллиона то есть сумма для него колоссальная для его образа жизни вот которая позволяет ему мгновенно все изменить и вот он пытается что-то с этим миллионом делать сначала он в ужасе боится что вычислят там убьют потом понимает что такое случайное сечение обстоятельств что этот человек который им делал поручение он тоже погиб никто про него ничего не знает и деньги его а что с ними делать он зашорен он всю жизнь вот работа дом дом работа он пытается какие-то суммы там брать и тратить в семье говорит что он стал играть на бегах выиграл какую-то сумму небольшую там большую сумму он боится называть делает какие-то подарки одевает покупает себе новый костюм на работе к нему начинает относиться иначе и так ну французы они решают что у него наверное какая-то богатая любовница которая ему значит там до ним следит помогает ну и потом вот он пытается что-то делать еще ничего не не получается не может он выйти из этого ритма так сказать жизнь в который вошел и в конце какая-то возникает нелепая сцена секретарша какая-то некрасивая девственница пожилая она его там у него набрасывается в кабинете после работы там в офисе у них какой-то там значит половой акт контакт и в это время там забыл вещи наверное заходит начальник и смотрит они там на ковре там значит какие-то голые вот и он от смущения от незнания что делать машинально открывает окно и бросается на мостовую и погибает и вот я прочитав это произведение будучи человеком молодым бедным и зашоренным вот этой всей жизнью всей бытовой я понял что у каждого человека есть свой потолок вот та сумма которую он может освоить и у большинства людей она небольшая ну а вот у таких там бомжей вообще микроскопического дать бомжу 100 долларов и все его убьют через два дня никакого счастья не будет инженер жил себе потихонечку советский там пил выиграл лотерею запорожец сел на запорожец пьяный разбился насмерть вот потому что это не его деньги и не его сумма и большинство людей являются неудачниками потому что они запрограммированы на неудачу они проходят мимо своей удачи она есть у каждого человека удача это редкий случай стечения обстоятельств но жизнь у человека довольно длинная и всегда у человека есть 15 минут триумфа и есть 1-2-3 случая когда ему удача и он как камышовый кот должен схватить взяться за нее и изменить свою жизнь к лучшему но это очень трудно получается что это как давление такое колоссальное он вроде руку тянет а он не может ее протянуть возникает центростремительная такая сила очень трудно человеку изменить план своей жизни даже в лучшую сторону при самых благоприятных условиях у каждого есть свой потолок поэтому удачливый человек это человек свободный который может изменить что бы сделал удачливый человек на примере на месте вот этого героя Семенона он бы пинком вышиб свою жену детей послал нафиг своего начальника и начал бы жизнь с нуля бытовую жизнь и она была бы другая она была бы лучше а там описано что жену он не любил дети его тоже особо не интересовали ну так тянул лямку все ему надоело он это сделать оказался не в состоянии и оказался не в состоянии вообще смириться со своей удачей его удача неожиданная нежданная она раздавила вот на этом хочется закончить хотел я какой-то сделать здесь вывод вывод а какой вывод я даже и не помню уже не помню ну да ну вроде наверное все сказал не знаю насколько насколько ясно насколько интересно у каждого человека есть какие-то свои свойства положительные отрицательные и у каждого человека есть своя жизненная ситуация я пережил в своей жизни колоссальный крах это крах государства в котором я жил общество в котором я жил и я прекрасно помню что я воспринимал этот период 90-й год 91-й 92-й как страшный крах при этом я понимал что меняется общество меняется страшный вот этот мир ну страшный мир он был мой родной понимаете я к нему адаптировался я к нему привык я знал как в нем жить а как жить в новом мире я не знал а если бы я был человеком не заширенным я бы понял что передо мной открываются колоссальные возможности и я свободен и я могу эти возможности все так сказать реализовать осуществить но счастье так и получилось ну так задним числом само собой без сознательного какого-то выбора что-то хотел сказать и забыл что же такое а? крах пережил много крахов несколько крахов несколько что? крахов крахов? нет я не про это хотел сказать я хотел сказать про что-то другое вот что я хотел сказать я вспомнил почему потом оказалось эмпирически без какого-то сознательного выбора что я удачлив в бизнесе а потому что у меня нет потолка у каждого человека есть предел его возможности и бомжа это 100 долларов дать ему 100 долларов он заметается покажет кому-то его же эти друзья бомжи убьют и милиционеры забьет его выбросят на улице там замерзнет еще чего-нибудь еще хорошего не будет вот бутылка пива нормально 500 рублей отлично дальше проблема у подавляющего большинства людей потолок это очень небольшая сумма ну конечно не как у бомжа но то есть дать обычному человеку 100 тысяч евро сказать вот на себе делай с ними что хочешь ну сделай что-нибудь очень плохое и для себя и для других а я могу освоить любую сумму миллиард долларов легко я даже не замечу 35 тысяч рублей вино а куда оно пойдет что я его пить что ли буду я его вылью я не пью понимаете ну немножко выпью буду я об этом думать я забуду через 15 минут мне важно снять сделать антураж что-то упомянуть там пошутить и все это связано конечно с моей деятельностью основных философ для философа все как-то так равнодушно ко всему относится в хорошем смысле в смысле равновесно поэтому я никогда не нервничал действовал очень хладнокровно и в бизнесе принимал правильные решения а когда я видел удачу я ее видел тоже хладнокровно и хватал и уволакивал в кусты вот например Наташа жил себе одиноким уже немолодым человеком появилась прекрасная девушка говорит Дмитрий Евгеньевич я вас люблю и я ее в охапку в камыши и очень доволен мне кажется она тоже я не упустил своего счастья вот ребята давайте за это выпьем не упускайте своего счастья своего лака оно есть у всех надо только его видеть верить в него и оно придет а если пришло относитесь к этому как именно удача и благодарность а не как к закономерности бедные несчастные русские в 19 веке они думали что они столетиями будут всем бить морду нос там куда-то на затылок натягивать грести миллионы создавать гениальные произведения и дальше и дальше и дальше нет была карта а потом карта изменилась надо к этому относиться благодарно и спокойно но счастье есть как сказал классик нет счастья на земле но есть покой и воля а покой и воля это же есть счастье до счастья ребят значит так сильно потратились поэтому донатик донатик и донатик подписывайтесь на наши ресурсы пишите критикуйте предлагайте новые темы вместе мы с вами сделаем прекрасный замечательный youtube канал до свидания до свидания до свидания Продолжение следует...